А вот и самый вероятный кандидат на победу в номинации — лучшая стратегия 2007 года. Встречайте! World in Conflict. Игра необычная. Стратегия, в которой от стратегии разве что концепция управления юнитами. Всё остальное в проекте Massive Entertainment достойно первоклассного экшена. Невероятная динамика, первоклассная графика, напряжённая атмосфера и интуитивно понятный игровой процесс. Подкачал, пожалуй, и только сюжет. Без лишних объяснений нас головой погружают в набивший оскомину военный конфликт СССР и США. Красная армия уже на подходе к Сиэтлу. Западное побережье Штатов разрушено и мир обречён. Комментировать тут, в общем, нечего. Не то спекуляция, не то самопародия. Впрочем, позже впечатления меняются в лучшую сторону. Сценаристы старательно раскрывают сюжет, рассказывают о персонажах в традиционной голливудской манере и всячески драматизируют события в игре. Спустя какое-то время ассоциации с реальным миром вообще перестают приходить в голову. Не до них. Война никогда ещё не была так прекрасна, как в World in Conflict. Здесь минимум стратегии. Главное вовремя реагировать на приказы командования, хорошо ориентироваться на местности и не брезговать богатством игровых возможностей. Разработчики заботливо ухаживают за игроком вплоть до самой последней миссии в компании. Захвати вот эту точку, продержись две минуты до подхода подкреплений, отбей на том холме артиллерию у противника и полюбуйся, как авиация разнесёт курортный городок в щепки. Подсказки, советы командования и неожиданные бонусы. Сплошной позитив — рай для лентяев. Единственное, что позволили разработчики, чтобы ограничить нас в этом празднике, это задачи на время. Никакого строительства баз, никакого сбора ресурсов. Просто потратьте определённое количество очков на выбор юнитов и вперёд к победе под бдительным оком генералов. Поддержка авиации и артиллерии — просто песня. Такого разнообразия воздушных атак поклонники РТС, пожалуй, пока ещё не видели. Всё, что угодно, от классического десанта до напалма и ядерных боеголовок. Каждый уровень World in Conflict — настоящее произведение искусства. Довольно большие карты, живописные, неповторимые и легко запоминаются. Внимание к деталям невероятное. Заснеженные леса, индустриальные пейзажи Мурманска, аккуратные европейские городки. Буквально всё выглядит необычайно достоверно. Ещё одна милая деталь — в игре интерактивно практически всё. Машины, дома, леса — всё можно взорвать, разрушить или сжечь. Кстати, всё взрывается, разрушается и сжигается, и без нашей помощи. Игрок командует лишь одним из отрядов, его окружают другие подразделения, выполняющие свои задачи. Это одна из особенностей World in Conflict, которая даёт возможность ощутить серьёзность, глобальность военных сражений. Очень качественная иллюзия. Графика великолепна. Такого мы, пожалуй, ещё не видели. Невероятная фантастическая детализация и при этом более чем приемлемая производительность движка. Можно разглядеть тип оружия у солдат, а потом окинуть взглядом сразу весь огромный уровень. Это впечатляет. World in Conflict не привнесла практически ничего нового в жанр РТС. И это, в общем, не важно. Перед нами великолепная игра, которая позволит прекрасно провести время, расслабиться и получить чисто эстетическое удовольствие от войны, которой никогда не было.